Вы смотрите Тень недели. Нам интересно знать все, что вышло из тени. И нам очень интересно знать, что в этой тени остается. Меня зовут Антон Петрович. Добрый вечер. Ну что, кажется, началось. Последние дни ленты информационных агентств пестрят заголовками. Эта партия выдвинула своих кандидатов на выборы Законодательной Думы Хабаровского края. Эта партия тоже составила свой список. Эта партия выдвинула своего кандидата по 70-му одномандатному округу. И это сделало тоже поводов поговорить много и попытаться понять, как эти события, какую тень эти события будут отбрасывать на нас. А может быть уже отбрасывают. Давайте разбираться. В этом мне помогает моя коллега Алла Баковкина, главный редактор информационного портала «Губерния.ком». Алла, добрый вечер. Добрый вечер. Алла, ну для начала, сколько партий готово вступить в эту большую предвыборную гонку? Сколько претендует на кресло депутатов Законодательной Думы? Думе края? На слуху, наверное, штуки 3-4. На самом деле их 12. Партия «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». «Справедливая Россия» тоже хочет вернуться в Законодательную Думу. Я напомню, что на прошлых выборах она выбыла из состава депутатов. Кроме того, есть такие партии, но, честно говоря, вот это название я вижу впервые. «Партия социальных реформ, прибыль от народных ресурсов народу». Это один пример. Также «Российский объединенный трудовой фронт», «Российская экологическая партия «Зеленая», «Трудовая партия России», «Казачья партия России», «Партия роста», «Партия Родина». «Родфронт» сегодня проводит конференцию. Большинство уже провели «Справедливая Россия». Конференции пока не проводила, но у нее есть время до 9 июля. Сегодня у нас в студии как раз представители тех самых парламентских партий. Это «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР». Я говорю в алфавитном порядке, чтобы не возникало вопросов. Для начала представлю представителя партии «Единая Россия» Геннадий Мальцев, кандидат депутата Законодательной думы Хабаровского края Геннадий Викторович. Добрый вечер. Добрый вечер. Начну с вас. Начиная с сентября прошлого года, так или иначе, различные эксперты, социологические опросы говорят о том, что рейтинг «Единой России» у нас в регионе, по крайней мере, он падает. Вы согласитесь с этим или нет? Ну, сложно не согласиться с очевидными вещами или с очевидным фактом. Но падает не рейтинг «Единой России», а падает рейтинг «Исполнительной власти». Вот сейчас начнутся выборы, и будете слушать представителей партий. Они будут рассказывать, как они начнут работать, как законодательная дума отработала 5 лет, которой было там большинство «Единой России», были представители. Вы, наверное, извините, оговорились законодательной власти. Нет, я не заговорился. За все отвечает исполнительная власть. Законодатели сейчас, кто пойдет в законодательную думу Хабаровск-Края или в Государственный дум, представитель, по 70-му округу, от них особо ничего не зависит. Зависит от исполнительной власти. К сожалению, наверное, «Единой России» исправила такие органы исполнительной власти, которые оказались неспособны вести в данный экономический период или временной период бюджет или экономику края так, как положено. Все зависит ни от того, ни от партии, ни от разговоров. От нормальной работы, а собираемся в бюджет. Края – денеж и средства. Это точка зрения представителя партии «Единая Россия». Двигаемся дальше. Партия КПРФ, ее представитель Евгений Попов, пресс-секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Добрый день. Партия на этих выборах не выдвигает тех самых тяжеловесов, которых привыкли ассоциировать с партией у нас в регионе. Я говорю о Викторе Постникове и Александре Громове. Есть имя у этих людей, опыт политический, узнаваемость, в конце концов. Но вам не кажется, что отказавшись от этих людей, партия несколько ослабила свои позиции? Что скажете? Ну, безусловно, люди это заслуженные, имеют опыт, имя, как вы сами сказали. Но здесь ситуация немножко не в том, не то, что мы их не выдвигаем. И Виктор Михайлович Постников, и Александр Павлович Громов недавно вышли из партии, они перестали быть членами КПРФ. То есть это их решение, я вас правильно? Это их решение, добровольное, буквально неделю назад, с Александром Павловичем даже несколько дней всего лишь. И, соответственно, они перестали быть членами партии. Ну и тем, как бы, понятно, что выдвижение от КПРФ стало для них невозможным. А Вадим Воеводин, третий депутат нашей действующей думы, он выдвигается. Он выдвигается. Краевую думу так же. Третий участник сегодняшнего разговора Сергей Безденежных, депутат Законодательной думы Хабаровского края, партия ЛДПР. Сергей Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот смотрите, ну, будем так оглядываться назад, там последние 2-3 месяца. Про Единую Россию слышно регулярно, про КПРФ слышно регулярно, про ЛДПР не слышно ничего. Не согласен. Вот буквально, да, я сейчас закончу. Вот буквально на этой неделе, когда прошел ваш региональный партийный съезд, появились вы в средствах массовой информации. Я говорю как журналист, то есть человек, который с информацией работает в ежедневном режиме с утра до вечера. Я не видел вот той шумихи, в хорошем смысле шумихи, которая есть вокруг других партий. Ну вот вам не кажется, что сейчас вам придется выступать вашей партии в роли, ну, некого догоняющего, извините уж за такое сравнение? Ну, в средствах массовой информации не мелькает, это не обязательно не работать с избирателями. Ну, есть один факт. Недавно прошел автопробег, где мы посетили примерно 8-9 районов. Это автопробег из автомобилей, активисты, юристы, депутаты проехали по всему Хабаровскому краю. Мы посетили пикет в Комсомольске-на-Амуре. Ну, то есть вы имеете в виду, что вы работаете не на масс-медиа, а, ну, некая такая концентрированная работа с избирателями, правильно я вас понимаю? Мы принципиально не ориентируемся на масс-медиа, мы работаем с избирателями. А если журналисты подключаются, ну, что, кашу маслом не испортишь. Хорошо, я хотел, чтобы в нашем разговоре принял участие еще один представитель партии, а именно Игорь Глухов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Он у нас на дистанционной связи. Игорь Станиславович, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Станиславович, вот как сказала Алла, ваша партия в нынешней Думе представлена не была, хотя до этого, в общем-то, один представитель в нашей Законодательной Думе от партии вашей был. По вашим оценкам, почему так произошло, почему нынешний созыв без ваших представителей? Ну, наверное, сейчас не имеет смысла анализировать то, что произошло пять лет назад. Сейчас наша партия думает о том, что нам предстоит сделать в сентябре, и не только думает, но и делает. И, конечно, мы нацелены вернуться в Краевую Думу и занять там достойное место. Если говорить вот объективно, без каких-то громких лозунгов, таких вещей бравурных, на сколько мест рассчитываете? Ну, вы знаете, я сейчас не буду гадать, сколько мест, это зависит от многих раскладов, но я уверен, что это будет достойное представительство. И, повторюсь, главная вещь, о чем я говорил раньше, в том числе и в вашей программе, в том, что в нашей Думе были представлены различные политические партии, различные взгляды. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, вот я специально в начале программы дал слово представителям, ну, во-первых, региональных парламентских партий, а «Справедливая Россия», как партия, представленная в Госдуме, ну, я думаю, активно будет бороться за места в региональном парламенте. Вот, если завершать эту часть, Алла, я хотел бы тебя попросить напомнить телезрителям, почему эта кампания называется «Большой», какие выборы пройдут у нас в сентябре? 37 избирательных кампаний у нас пройдет 8 сентября в единый день голосования. В том числе, конечно, в первую очередь выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края, выборы органов местного самоуправления, самые крупные из них, это, конечно, город Думы Хабаровска и Комсомольска, и выборы мэра города юности. И дополнительные выборы депутата Госдумы у нас пройдут по Комсомольскому округу номер 70, который освободился после того, как Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края. 70-й округ. За эти вот пару недель, о которых мы говорим, и ради которых, в общем-то, из-за которых мы сегодня здесь собрались, ну, конечно, очень многое вышло из тени. Вот будем разбираться, что именно, сразу после небольшой рекламы. Вы смотрите «Тень недели», мы обсуждаем события, которые отбрасывают тень на нашу жизнь. Большие выборы пройдут в Хабаровском крае уже в сентябре, в том числе мы будем, точнее не все, мы, а жители Комсомольска, будут выбирать депутата Государственной Думы по 70-му одномандатному избирательному округу. Коротко еще раз напомню, что в свое время по этому округу был выбран депутатом Сергей Фургал, но потом он был выбран на должность губернатора Хабаровского края. Место ванкантное, место освободилось. И началась борьба, собственно, за это место. И, естественно, во время борьбы всегда что-нибудь выходит из тени. Вот что именно, давайте разбираться. В этом мне помогает моя коллега Алла Баковкина, главный редактор интернет-портала губерния.ком. Алла, кто уже заявился из партии, из кандидатов на 70-й округ? Уже объявили своих кандидатов официально «Единая Россия», КПРФ, партия «Зеленая» и партия «Роста». И вот сегодня появилась информация, что ЛДПР тоже определились со своим кандидатом. Это пока не официально. Но отмечу, что документы в избирком пока никто из кандидатов не предоставил. Вот у нас, кстати, будет возможность сегодня ЛДПР спросить. Может быть, может быть, и будет открыта эта информация. Но начать я хочу опять же с «Единой России». Геннадий Викторович, партия выдвигает Вику Цыганову. Если честно, вот к вашему кандидату у меня вопросов, ну вот, как говорится, всю дорогу до Комсомольска можно исписать. Надеюсь, что она придет в эту студию в качестве участника дебатов или, может быть, в качестве участника этой программы. Но пока я адресую вопрос вам. Думаю, он волнует многих. Почему Вика Цыганова? Я думаю, что Вика Цыганова, когда приедет в Хабаровск на избранную кампанию, вы задаете вопрос, и она вам ответит. Я за нее не могу сказать. Но это решение партии, и она считает, что Цыганова может представлять достойно Хабаровск в Госдуме Российской Федерации. Региональное отделение на съезде поддержало эту кандидатуру. Почему он поддержал? Я так и говорю, что, наверное, вернее, это решение партии. Вы голосовали за эту кандидатуру? Ну, я тогда, когда ее принимали, я не был на этой конференции. Ну, с коллегами вы общались? Вообще, я могу сказать свое личное мнение. Да, пожалуйста. Своё личное мнение. Представлять Хабаровский край должны быть, должны те люди, которые знают хорошо Хабаровский край. Виктория говорит, что она хорошо знает Хабаровский край. Но когда она придет и покажет себя, я ее не знаю. Может, она будет и полезным депутатом для Хабаровского края. Я думаю, что вот кого избрали, не так важно, от какой партии. Должны избирать не партию, а людей. Если Виктория скажет, что она будет работать, не петь, а работать, то, я думаю, это будет полезно для Хабаровского края, не для Единой России или ЛДПР или коммунистов. Она себя покажет, как депутат сильный, который работает на Хабаровский край. Это будет уже положительный, позитивный результат. Тогда я посмотрю. Вы знаете, у меня есть по этому поводу спорные сомнения. Прежде чем выбирать человека, нужно понять, что это за кандидат, как он будет работать. А вы говорите о том, что понять надо будет уже после выборов. Я вас правильно понял? Ее предложила партия. Вообще партия предлагает. Я так думаю, что они нашли какие-то позитивные моменты в Цыгановой. А мы ее увидим здесь, в Хабаровске. Будет целая избирательная кампания или целый период там в двухмесячных. Так что мы это увидим все. А партии представляли какие-то альтернативы именно региональному отделению? Или Москва сказала, вот вам Цыганова голосует? Да нет, зачем? Я хочу сказать, что партия Единая Россия единственная, которая проводит прайм. Значит, предварительные голосования. В каком оно виде происходит там. Какие-то там, понятно, что есть какие-то политические движения, не знаю. Но это единственная партия, которая выбирает из множества людей, претендентов, того, как они видят. У вас был закрытый праймерис по этой кандидатуре и по другим. Сколько там было участников? Имеется в виду 70-й округ? Да. По 70-му округу я не владею, там точная информация. Но эта партия избирает кого выставить на Госдуму? Они приняли решение. Я думаю, Виктория, придя, вот здесь будет два месяца заниматься избирательная кампания, она будет в Комсомольске, в Хабаровске. Вы сами увидите. И, может, вы сами за нее проголосуете. Я пока не знаю. Не мой округ, поэтому нет. И не мой тоже. Да, хорошо, давайте, Евгений Юрьевич, ну к вашему кандидату, а я напомню, что у вас, уж извините этот журналистский термин, вы и Геннадий Викторович, московская звезда, это Николай Платошкин, участник, политолог, участник многих ток-шоу на федеральных каналах. Вот к вашему кандидату у меня такое же количество вопросов, как и к кандидату ваших конкурентов. Опять же, его нет, надеюсь, что в студии мы его еще здесь увидим во время избирательной кампании, поэтому вопрос к вам. Но сначала я хотел бы, чтобы вы и наши зрители посмотрели небольшой фрагмент. Давайте просто посмотрим, что говорит Николай Платошкин. Кто же, оппозиционер у нас, типа, выдающийся, получает 12 миллионов рублей в месяц, в год, простите. Средняя зарплата в крае 35 тысяч в месяц, ну, полмиллиона в год. Ну, это что, нормально же? Ну, ты сделай сам зарплату тогда в крае среднюю повыше, и себе тоже повышай, никто же не против. Откуда такая разница-то в доходах? Причем именно бюджетных средств, это же он не сам заработал, правильно? Нет, сплошь и рядом везде у нас. Просто немножко звук вначале пропал, он говорил о Сергее Фургале. Кстати, должен я обязательно подчеркнуть, что эта информация, вот об этих 12 миллионах, была не раз опровергнута, и опровергнута совершенно официально. И еще в начале года. Еще в начале года. Так вот, Евгений Юрьевич, ну, наверное, спорить с тем, что популярность у нынешнего губернатора среди населения находится сейчас на очень высоком уровне, наверное, не нужно. Тем не менее, ваш кандидат выбирает вот такую стратегию, вступать не просто в оппозицию, а в конфронтацию с действующим губернатором. Это только одно высказывание, есть много других по поводу Сергея Фургала. Не кажется вам, вот как бы вот мягко мне сформулировать, что это не идеальная стратегия в нынешних политических условиях в Хабаровском крае? Ну да, действительно, есть несколько интервью, которые дал Николай Николаевич Платошкин на тему, связанную так или иначе с губернатором Хабаровского края Сергеем Ивановичем Фургалом. Хотелось бы сразу подчеркнуть, что на данный момент вот эти все высказывания по Фургалу конкретно, ну и в целом вообще высказывания Николая Николаевича Платошкина являются его личным частным мнением, и они, это не является официальной позицией Хабаровского краевого комитета КПРФ. Но он представляет вашу партию на 70-м округе. Николай Николаевич, кстати, не является членом нашей партии, он является беспартийным союзником, так называемым сторонником. Он не прибыл еще в Хабаровск, он прилетает 30 июня с утра, через два дня получается, и, соответственно, мы еще с ним эту тему, этот вопрос не обсуждали. И также, вот если у кого есть вопросы по этой теме и в целом вообще к Николаю Николаевичу Платошкину, то в воскресенье будет митинг 30 июня в 5 часов на Комсомольской площади, он там будет, любой может подойти, задать ему вопрос, в том числе и по этой теме. И во вторник в 11 часов 2 июля у нас будет пресс-конференция специально для журналистов с Платошкиным. Мне все это напоминает игру слов, он не из нашей партии, мы с ним это не обсуждали, есть официальное заявление, человек будет представлять региональное отделение партии КПРФ в 70-м одномандатном округе. После этого, уже после этого появляются очень критические высказывания в адрес губернатора Сергея Фургала. Я не спорю, может быть он прав, может быть не прав, избиратели сами будут делать свои выводы, но сегодня объективная реальность такова. Да, высокий рейтинг у губернатора, не очень высокие рейтинги у политических партий и выбирается стратегия, направленная на конфронтацию. Ну вот как Геннадий Викторович сказал, что ему трудно комментировать что-то за Вику Цыганову, то же самое ситуация у нас. Мне крайне некорректно и трудно комментировать что-то за Николая Николаевича Платошкина, я лично с ним не знаком, никогда не общался. Вот послезавтра обязательно познакомимся и обсудим в том числе эту тему. И когда он приедет в Хабаровск, у вас будет возможность пригласить его сюда в студию, он обязательно, я уверен, придет, и задать ему эти вопросы. То есть я единственное хотел бы еще раз подчеркнуть, что его данные слова не являются официальной позицией Хабаровского краякома КПРФ. Хорошо, я думаю телезрители вас услышали. Прежде чем мы продолжим, да, у меня есть тоже к вам вопрос, но может быть сразу назовете имя человека, который будет выдвигаться от партии ЛДПР по 70-му одномандатному округу? Иван Пеляев, пока. Это кандидатура, я думаю, что больше всего шансов. В двух словах кто это? Это хабаровчанин. Это наш хабаровчанин, который умеет прибавлять, умножать и созидать. Хорошо, спасибо. К вам еще вернемся. Я хочу, чтобы к нашему разговору подключился Алексей Капер, главный редактор информационного агентства Хабаровск-Тудэ. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Алексей, я надеюсь, вы слышали, о чем мы говорили сейчас в студии. Ну, в двух словах мы обсуждали кандидатуры кандидатов депутата Государственной Думы по 70-му одномандатному округу от партии «Единая Россия» и от партии КПРФ. Ваше агентство внимательно следит за всеми политическими процессами, которые происходят у нас в регионе, дает информацию аудитории. Но я хотел бы спросить вот о чем. Как интернет-сообщества, телеграм-каналы, блога, сфера, как отреагировали на выдвижение Вики Цыгановой и на выдвижение Николая Платошкина? Ну, я, конечно, не хочу говорить за тех, но, по-моему, крайне негативно относятся к выдвижению. И, по сути, когда происходит фарс-контрай, мы видим, как кампания на выборах депутата Госдумы превращается, по сути, в фарс. И этот фарс призван отвлечь, на самом деле, внимание от главных выборов, которые будут происходить в крае, выборы депутатов Законодательной Думы. По сути, выборы депутата Госдумы, кем бы он ни стал, никак не повлияют на жизнь жителей региона, поскольку человек избирается на два года. В год он будет знакомиться с ситуацией в самой Думе, поскольку эти люди там никогда не были. И через год начинается выборная кампания новая. По сути, этот человек, ну, никоим образом не будет помогать региону и никак влиять на ситуацию. Ну, а почему, все-таки, на ваш взгляд, ставка сделана именно на московских звезд? Ну, только потому, что устроить, как вы говорите, ну, некий отвлекающий маневр, ну, все равно два года – это два года, и это голос в федеральном парламенте. Но, судя по тем заявлениям, которые делает Платошкин, Сыганова, они, по сути, ипотируют избирателя на данный момент и, ну, отвлекают той важной кампании, которая будет в регионе. Еще раз повторю, что выборы депутатов Законодательной Думы в разы важнее для региона выборы Госдумы. Хорошо, спасибо большое за ваше мнение. Еще раз напомню, у нас на связи был главный редактор интернет-портала «Хабарстуды» Алексей Капер. Сергей Вячеславович, ну, теперь к вам. Региональный список партии ЛДПР, прошу прощения, возглавит Владимир Жириновский. Честно говоря, вот до сего момента я как-то был уверен, что время паровозов, оно уже вот прошло. И что, по большому счету, избиратели, большинство избирателей уже понимают значение слова «паровоз» в политическом контексте. Тут Владимир Жириновский возглавляет список, всем понятно, что он не будет депутатом Законодательной Думы Хабаровского края. Тем не менее, вот я не прав, что время ушло паровозов? Ну, дело в том, что оно ушло вместе с главной тройкой регионального списка. И Владимир Вольфович будет баллотироваться по Южному округу, это Бикинский и, по-моему, Вяземский район. И все. То есть, если бы он был паровозом, он бы баллотировался на территории всего Хабаровского края. Но, сути дела, это не меняет. Не меняет, абсолютно. Зачем все-таки федеральному политику выставлять свою кандидатуру в Законодательную Думу края? Ну, во-первых, ему будет поступать сейчас ежедневная информация. Он будет, я думаю, что участвовать в этом процессе. Как, я пока не знаю, но то, что федеральные политики в таком качестве обращают внимание на выборы, происходящие в Хабаровском крае, я думаю, что это хорошо. И я, кстати, согласен с Алексеем Капером насчет того, что выборы в Краевую Думу – это главные выборы. Я думаю, что если изберется партия технического большинства как раз большинством, то у губернатора все начинания встанут под вопрос. Но все-таки вы согласитесь, что Владимир Жириновский – фигура на региональных выборах номинальная? Я не могу это гарантировать. Хорошо, я думаю, зрители вас услышали. Алла, ну вот раз уж мы заговорили о региональных группах, партийных списках, то, наверное, есть смысл напомнить телезрителям о том, что избирательная система Хабаровского края перед этими выборами поменялась. О каких изменениях идет речь? Ну, избирательная система не поменялась, поменялось соотношение депутатов в новом созыве Законодательной Думы, а именно соотношение одномандатников, так называемых, и списочников, то есть избранных по региональным группам. Раньше было поровну, раньше было 18 на 18, а в следующем созыве будет 24 одномандатника большинство и 12 списочников, так называемых. Вот изменения в избирательной системе края, вернее, в формировании регионального парламента вызвали в свое время немало споров, вопросов и разговоров. Эту тему мы в том числе обсуждали здесь, в этой студии, в программе «Тень недели». И в завершении того выпуска мы сошлись на том, что нужно немножко подождать, чтобы понять, что выйдет из тени в связи вот с этими изменениями. Но вот мне кажется, что мы уже подошли к этому времени, когда можно делать определенные выводы. Об этом поговорим после рекламы. Вы смотрите «Тень недели». Нас живо интересует все, что скрыто в тени и все, что из этой тени вышло. Чуть больше двух месяцев остается до больших выборов в Хабаровском крае, до единого дня голосования, когда пройдут вот те самые большие выборы. Практически все партии уже огласили списки кандидатов. И вы знаете, глядя на эти списки, понимаешь, что многие фамилии вот просто вышли из тени. Почему так произошло? Давайте попробуем разобраться. В этом мне помогает моя коллега Алла Баковкина, главный редактор интернет-портала «Губерния.ком». Алла, вот как я уже сказал, когда появились списки, аналитическое сообщество, эксперты, ну, если так вот, обобщить высказывания, сказали, кто эти люди. Да, вот чтобы не быть голословным, я прям процитирую то, что написал политолог Илдуз Ярулин, в частности, вот прям цитата. По-моему, сейчас все партии выполняют одну задачу – закрыть избирательные округа, выдвинуть везде своих людей, а кто именно это будет, уже не важно. И складывается впечатление, что я живу не в родном Хабаровске, а в другом городе и в другом крае. Все это сейчас выглядит как активная тусовка малоизвестных и малопонятных людей. Смогут они поднять население края и города на выборы? Или мы будем иметь, как обычно в Хабаровске, за исключением прошлых губернаторских выборов, очень низкую явку с предсказуемым результатом и внешним формальным соблюдением демократического фасада? Конец цитаты. Еще раз напомню, это политолог Илдуз Ярулин. Ну вот мы тоже с тобой смотрели эти списки, но действительно там нет знакомых фамилий? Я думаю, что Илдуз Ваид Рахманович говорил в большей степени о самовыдвиженцах, о кандидатах в городские думы и, может быть, о кандидатах от непарламентских партий. Потому что на тот момент, насколько я понимаю, еще не были представлены команды парламентских партий. Если посмотреть даже на Единую Россию, то там достаточно известных имен, в том числе действующих депутатов и действующих чиновников, и отставных политиков, и общественники есть, и все, кто хочешь. А у ЛДПР тоже очень разномастная, очень интересная команда, на мой взгляд. Это и медийные персоны, и общественники, и политики, ну и даже Жириновский, хотя мы понимаем прекрасно, что он вряд ли согласится на переезд. Ну, в общем, в принципе, я еще не видела, скажу сразу, списков КПРФ, они еще официально не опубликованы. Но вот в этих двух партиях, мне кажется, развернется интересная борьба. Но, тем не менее, новые лица есть, и их много. Новые лица, ну, Единая Россия отчиталась о 70% обновления. Но мне кажется, что в первую очередь в поле зрения у всех будут уже известные устоявшиеся политики. Ну, я все-таки хотел бы остановиться на новых людях, тем более, что еще до начала этой избирательной кампании все партии говорили, что они будут обновляться. Они, конечно, предпринимали совершенно конкретные шаги. Поэтому, наверное, ну, у меня общий вопрос к вам, ко всем. Откуда эти люди? Почему новые? Почему не сделать акцент? Ведь сложная сейчас политическая ситуация для всех. Непредсказуемые результаты выборов будем объективны. Что мы получим 9 сентября? Какую Думу? Никто сейчас не берется предсказать. Ну, если сравнивать там с Думой прошлого созыва, когда, в общем-то, все было понятно. Геннадий Викторович, ну, вот попрошу вас начать. Опять же, в алфавитном порядке. Спасибо. Ну, я хотел бы, вот, вопрос вы задавали представитель КПРФ по Платошкину, что он свою программу строит на противостоянии губернатора. Ну, хорошо, добавьте. Да, я думаю, что вот эта, значит, позиция, она в принципе неприемлема. То есть губернатор Фургал избран большинством жителей Хабаровского края, 75%. И здесь бы, конечно, строить свою избирательную кампанию на противостоянии губернатора, ну, просто не стоит. Это проигрышная ситуация. Второе, я уже говорил, ну, не нужно смотреть на название партии и что там кого они выдвигают. Нужно смотреть на тех людей, кто выдвинут. Также вот по поводу Вики Цыгановой, она сама из Комсомольска, ее любит народ. Она популярна в народе, она и в Кабаровске жила, на базе КАФ, и она и в Комсомольске жила. То есть это здесь как бы от Платошкина совершенно его никто не знает. Он в телевизоре, условно говоря, участвует. Хорошо, что касается новых лиц в СССР? По новым лицам, значит, что касается... Вот вы говорите, кого выбирать? Кого? Кого выбирать? Я считаю, что нужно выбирать тех людей, которые занимаются делом, которые что-то уже сделали. Ну, смотри, что человек говорит. Вот человек, особенно депутаты, любят говорить. Хорошо, я, может, не я наформирую вопрос. Давайте я попробую его задать по-другому. Большой список новых лиц, мало кому известных, заявлена партия «Единая Россия» на выборы разных уровней, в том числе и на выборы в Законодательную Думу Хабаровского края. Так, откуда эти люди? Кто они? На выборах разных уровней, в Городскую Думу 35 мандатов, в Краевую Думу 35 мандатов, 36, значит, выступает в основном молодежь. Вы посмотрели же списки. Идет молодежь, которая поддерживает линию партии «Единая Россия». Я считаю, опять же, не потому что они от «Единой России», или от ЛДПР, или КТПРФ. Смотрите на молодежь, кто идет. Если она достойная, она говорит, она будет пытаться чем-то помогать для экономики. Мы пытаемся понять, смотрите, кто идет. Мы не знаем этих людей. А я думаю, всех узнаете. Избирательная кампания для того и предоставляет тем, кто избирается, бесплатный эфир, полосы в газетах. Посмотрите на людей, все же будет понятно. Хорошо, ваш комментарий. Действительно, у нас большие изменения произошли в предвыборной команде. Как многие, наверное, телезрители знают, зимой этого года произошла смена руководства в Кривом отделении КПРФ, в Хабаровском Кривом отделении КПРФ. И также у нас пришло, начиная с сентября прошлого года, после выборов мэра-губернатора, большое количество молодых, активных, современных людей, которые, в общем-то, во многом составили костяк нынешней предвыборной команды КПРФ на выборах как в Краевую думу, так и городские думы, Хабаровска и Комсомольска. Все это местные люди, жители Хабаровска и, собственно, Комсомольска на Амуре. Состав участников серьезно омолодился, очень серьезно по сравнению с прошлыми выборами, в нашем случае. Но это у партии такой тренд на омоложение. Потому что, если серьезно, никого не хочу обидеть, у меня, когда произносится КПРФ, думаю, не только у меня, ассоциация с некими возрастными кандидатами. Я не скажу, что человек в возрасте, человек, умудренный опытом, который помнит то советское время еще. То здесь тренд совершенно другой, я вижу. Такой стереотип действительно существует, и он был актуален до прошлого года. С прошлого года, после пенсионной реформы, во многом ситуация по всей стране, и у нас в Хабаровском крае, у нас еще и после смены губернатора, тем более она начала очень сильно меняться. Очень много молодых, активных, недовольных текущим положением дел в стране, людей пришли в нашу партию, как в Хабаровске, так и в целом в стране. И многие из них, собственно, идут сейчас у нас на выборы. Средний возраст участников примерно 35 лет. То есть вот такой вот, можно сказать, слом шаблонов КПРФ в Хабаровском крае. И по поводу вашей реплики о том, что эти люди никому неизвестны. Неизвестные люди не означают, что они слабые кандидаты или какие-то там плохие. Нет, я не говорю, что они слабые, спасибо. Я говорю, что их никто не знает. Я хотел сказать, что все известные ныне люди когда-то были неизвестными, все с чего-то когда-то начинали свой большой путь в политике. Возможно, мы видим сейчас восход, так сказать, будущих политических звезд на политическое лимфо. Я вот тут добавила бы, что на фоне протестных настроений, может быть, неизвестность-то это и хорошо. Потому что известные уже науправлялись, уже все их знали. У них нет антирейтинга, шлейфа, каких-то негативных за ними, за спиной. Но это относится ко всем участникам сегодняшнего разговора. Сергей Вячеславович, вы знаете, вот ваш коллега после вчерашней конференции у себя в телеграм-канале даже написал, какой интересный список в ЛДПР, будет интересно с ними побороться. Но, тем не менее, помимо известных фамилий, о которых уже упоминала без конкретики Алла, там, опять же, много людей, ну вот я вчитываюсь, в поисковик забиваю и ничего не получаю. Почему такое обновление с точки зрения ЛДПР происходит? Знаете, я постараюсь сказать коротко, но емко. ЛДПР никогда не стеснялась выдвигать людей неизвестных, может быть, даже и простых. Но, потому что эти люди очень часто, когда приходят к власти, принципиальны и отстаивают позицию как раз-таки людей, и отстаивают партийную позицию. А наши позиции, они принципиальны. И самое главное, что я думаю, что у этих людей не будет липнуть к рукам никогда. Это была позиция представителя ЛДПР Сергея Безденежных. Я хочу, чтобы к нам подключился еще один участник сегодняшнего разговора. А, подсказывать, что нету. Да, у нас на связи должен быть автор программы «Право рулит» на радио «Восток России» Константин Буба. Ну, я надеюсь, что нам удастся с ним связаться. Да, попрошу режиссера продолжать, что называется, попытки, потому что хотелось бы услышать комментарий его по этому поводу. Геннадий Владимирович, ну вот вы... Викторович. Викторович, простите, ради бога. Вы сегодня уже упоминали праймерис. Тот самый всенародный праймерис, где люди должны были помочь партии определиться с выдвижением кандидатов на выборы. По крайней мере, так об этом везде говорилось, так это декларировалось. Да, с Константином можно связаться по телефону, я просто, извините, подсказываю режиссеру. Смотрите, тем не менее, мы смотрим списки, которые сейчас выдвинуты. Списки людей, которые выдвинуты. Андрей Базилевский, я напомню телезрителям, это в прошлом министр образования Хабаровского края, заместитель председателя правительства Хабаровского края. Праймерис он проиграл. В списках он есть. Денис Удот, экс-глава Хабаровского района. Праймерис он выиграл. В списках его нет. И это только два таких знаковых примера, если я не ошибаюсь, можно еще найти несколько. Можно найти даже людей, которые не участвовали в праймерис. И при этом сейчас выдвигаются. А в списках они есть. Как прокомментируете эти нестыковки? Да, конечно. Почему эти нестыковки? Праймерис это просто выявление узнаваемости тех кандидатов, которые будут участвовать. Проявление узнаваемости. Товарищ Базилевский Андрей Александрович, известная фигура в Хабаровском крае, он не проиграл, он стал вторым. А уже партия сама подбирает, на ком участке, в зависимости от кандидатов других партий выставляет. Это их право. Есть кто не участвовал в праймерисе, но я не участвовал в праймерисе. И не собирался избираться. Неделю назад мне предложили, значит, ну я сказал, что да, сейчас, значит, то, что касается узнаваемости ли чего-то, тут по Базилевскому сказали. То есть, опять же, Базилевский не проиграл, он стал вторым. Он пошел в другой округ, где партия считает... Декларировалось, что будут первые номера заявлены. Да нет, нет, значит, такой декларации нет и не было никогда. Это просто узнаваемость тех людей, которых ставят на выборы. Узнаваемость. Все. Не более, не менее. И потом, в любом случае, все эти результаты утверждаются на конференции общей. Все, на конференции все проголосовали. Причем, там голосование было неоднозначно. Что касается Дениса Удода, он выиграл, он узнаваем? Денис, не помню, Александр Геннадьевич. Удод вообще сильная фигура. Что с ним случилось, не могу комментировать. Ему кто не мешает пойти самовыдвиженцем и выиграть. Он сильная фигура. Сильный был глава района. Он снялся или его... Не, не знаю даже. Это буквально вот перед... Я сам был удивлен, что на конференции его нет фамилии. Он захочет выдвигаться по самовыдвиженцам, пожалуйста, и идет. Никто его не запрещает. Чтобы было понятно, никто никому не запрещает идти. Прошел ты праймерис, не прошел. Это просто узнаваемость. Все, больше ничего. Ну, я отмечу, что на рекламных счетах было написано команду выбираешь ты. Очевидно, обращались к избирателям. Поэтому декларировалось, что будут первые номера, что люди приходите, мы хотим услышать ваше мнение и хотим опираться на ваше мнение. Как раз с учетом этого мнения было составлено списки. Ну и тут я опять же уточню, что все законно, да, действительно праймерис не подчиняется избирательному законодательству. Да, это важное уточнение, это абсолютно внутрипартийная история, но мы пытаемся понять, как это работает на примере вашей партии. Антон, а можно пару слов добавить? Да, два слова. Наш товарищ, активист Сергей Лин, участвовал в праймерис Единой России, как обычный избиратель, прошелся по порядка 10 избирательных участков, везде смог проголосовать, что по идее должно быть невозможным. И заснял это все на видео, вы уже в Ютуб, вы, кстати, показывали. Да, он уже принимал участие в нашей программе, когда мы обсуждали итоги праймерис. Давайте так добавим, во-первых, в любом уж хоть где голосовать, ваш Ильин, ходящий по всем участкам, видимо, ему нечего делать, ходил, гулял, и никто ему не запрещал хоть где голосовать, и можно было за несколько где-то голосовать, чтобы так, на всякий случай, хорошо? Ну ведь, ну ведь, понятно, да? Условия праймера вы не знаете до конца, и начать обсуждать. Не ну, ну. Хорошо, это точка зрения участников разговора. Все-таки я, да, мы дозвонились до Константина Бубан, это автор программы «Право рулит» на радио «Восток России» и адвокат. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад, что мы все-таки смогли с вами связаться, хотели по скайпу, но вот какие-то технические накладки, будем разговаривать по телефону. Константин, в апреле этого года в своей программе «Право рулит» вы говорили о том, что политическое пространство региона лихорадит. Ну, в общем-то, это было понятно, это так и было. Вы вспоминали движение, возникшее тогда движение «Время перемен», вы вспоминали раскол внутри КПРФ. И я хочу привести небольшую цитату из вашей программы. «Происходящее свидетельствует о том, что ни одна из действующих политических партий не оказалась готова к активной политической жизни». Конец цитаты. Вот спустя два месяца вы по-прежнему придерживаетесь этой точки зрения или ваша позиция поменялась? Вы знаете, мое мнение от этой точки зрения ушло недалеко. Дело в том, что я полагаю, что повышение значимости депутатов-одномандатников как раз и свидетельствует о том, что в этой выборной кампании партийное руководство пытается опереться скорее на репутации конкретных людей, а не на репутацию партий. С моей точки зрения это несколько странно, потому что в регионе действительно есть партии, старые партии, давно устоявшиеся собственной репутацией, партийной репутацией я имею в виду. Но сейчас, видите, вот таким образом изменился, что-то изменилось в атмосфере таким образом, что, видимо, репутация конкретных отдельных людей, проходящих по одномандатным округам, она, вероятно, показалась более предпочтительной в точке зрения партийного руководства. Иначе я эти изменения в законодательстве интерпретировать не могу. Хорошо, смотрите, но вы также говорили о том, что, ну, хорошо бы создавать не общероссийские партии, а региональные, которые будут отстаивать интересы региона, без оглядки интересов на Москву, хотя законодательство нынешнее это не позволяет. Ну, может быть, вот движение в сторону одномандатников, увеличение количества одномандатников в законодательном парламенте, это как раз и есть то самое движение в сторону, ну, некой вот региональной партии. Вам не кажется? Нет, мне так не кажется. Прежде всего, потому что все-таки законодательством Российской Федерации региональная партия по-прежнему не предусмотрена. Моя точка зрения это была действительно, моя точка зрения о том, это было мое мнение о том, как мы можем улучшить наше законодательство, да. Но пока что наше законодательство выглядит так, как оно выглядит. У нас действуют только федеральные партии. И почему-то так получилось, что сейчас федеральные партии не пытаются давить своим мастеритетом, да. Они наоборот говорят, ну, вот смотрите, какие у нас прекрасные молодые одномандатники. Это, в общем, действительно нечто новое для нашего региона, и за этим очень интересно понаблюдать. Хотя, конечно, конечно, я думаю, что в процессе избирательной кампании каждый одномандатник так или иначе станет понятно по отношению к каждому одномандатнику, какой партии он принадлежит, либо какой партии он симпатизирует. Но это вы имеете в виду вот те разговоры о том, что сейчас человек выдвигается как беспартийный, а впоследствии может приткнуть к той или иной фракции. Я правильно вас понял? Ну, да. Скорее всего, формирование партийных фракций произойдет уже после выборов, когда все одномандатники, условно беспартийные, начнут как-то группироваться уже внутри законодательной думы Хабаровского края. Хорошо, спасибо вам за ваш комментарий. Я напомню телезрителям, что у нас на связи был Константин Бубан, автор программы «Право рулит на Радио Восток России» и «Адвокат». Хочу вернуться в студию. Вот смотрите, Евгений Юрьевич, Константин уже сказал, я, в общем-то, об этом упомянул, что буквально накануне большой этой выборной кампании партию-то так тряхануло хорошо. Я имею в виду, что часть актива вышла из партии и создала региональное отделение партии «Родфронт». Это вообще ощутимая потеря была? Причем вышли там достаточно молодые люди, о которых вы как раз и говорили. Я, честно говоря, не знаю, о каких молодых людях вы говорите, кроме Станислава Сливкова, возможно. У нас на тот момент было более 600 человек, списочная численность, по Хабаровскому краю членов партии. Вышло 14 человек, насколько мне известно. Но вышли так громко, хлопнув на верю. Как бы, может быть, и громко, но вышла не такая большая часть актива, как вы сказали. И из молодых людей, насколько я знаю, вышел, собственно, только один Станислав Сливкова. Все остальные, вышедшие из партии, были в таком уже серьезном возрасте. Он здесь в этой студии говорил немножко другие слова, но я просто... И, конечно, потеря каждого члена партии, она своего рода бесценна. Тем более, что вышли люди далеко не последние, много сделавшие для партии. Но, чтобы вы понимали, это было их решение, их никто не выгонял. Произошла смена руководства по решению президиума ЦК КПФ, руководства Крайкома нашего. Люди, которые вышли, не восприняли произошедшие перемены, не согласились с ними. И воспользовались своим законным правом, собственно, выйти из партии и создать... Не создать, а перейти в другую партию, создав ее региональное отделение. Да, безусловно. Это их законное право. И это их право. Поэтому тут не видим никакой проблемы. Весь актив, тот, который действительно именно считается активом в нашем Крайкоме КПРФ, он остался на месте, он растет и укрупняется. И он сейчас как раз идет на выбор от КПРФ в подавляющем своем большинстве. Хорошо. Сергей Вячеславович, я вот, может быть, немножко сейчас по мысли вернусь к предыдущей части разговора. Но вот в какую сторону не посмотри, я условную сторону, в какую сферу жизни не посмотри, вот где-нибудь обязательно наткнешься на сторонника, вот, например, «Единой России». Вот про ЛДПР я не могу так сказать. Вот где набираете сторонников? В партии. Нет, в партию они вступают. Но для того, чтобы они вступили, где-то нужно найти людей, которые мало того, что захотели бы вступить в партию, еще, я думаю, они не просто же так, а нужны для того, чтобы приносили какую-то пользу, действия делали. Вы знаете, помогают, ну, две вещи, которых я знаю. Это интернет, потому что люди могут найти нас сейчас в поисковиках, да, и выйти на региональное отделение и вступить. И вторая вещь – это акции. Люди нас видят в работе, часто мы одиночные пикеты проводим, часто просто митинги. Я вас буду прервать, да, 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 чтобы здесь не проскочила никакая агитация. Ну, то есть как, клички дайте? Работаем, работаем с людьми. Сергей Вячеславович, а выборы губернатора помогли? Да, да, то есть, вы знаете, я как депутат скажу, что очень много обращений, прям увеличилась нагрузка по всему краю. Несмотря на то, что у нас всего три депутата от нашей партии в Краевой Думе, ну, вот от большой партии, там, 30, в 10 раз больше, и у нас примерно приходится по 8 районов, и нагрузка еще увеличилась, ну, ориентировочно. Ну, вот устных точно в три раза обращений больше. Хорошо, давайте двигаться дальше. Вот, Алла, да, есть комментарии? Нет, вы как-то ушли на перерыв, и вопрос не обсудили, 24, 12 мандата, хорошо, плохо. Мы как-то чуть ушли и не обсудили. Просто мы очень подробно об этом уже разговаривали в этой студии, поэтому решили просто напомнить. Давайте, есть ли есть комментарий коротко по этому поводу? По этому поводу. 24 одномандатники, или там, 12, или было 18. Это не так важно. Я избирался трижды, первые три созыва, у нас было 25 одномандатников, но не было у нас партий. Вот тогда я избирал народ. Сейчас все почему-то опираются на партии. Это неправильный выбор. Вот партийный выбор должен быть только на уровне федерации. Все краевые выборы только на уровне, должны быть, личностей, кто шел. Личности, да и они их должны избирать. Тогда не будет вопроса, партия какая плохая, хорошая. Но от законодателей, в принципе, я считаю, работа законодателей всего два раза собраться. Утвердить бюджет, и там может быть, раз в полгода, все. Все остальное разговоры не о чем в Думе. Да, прошу, потому что очень такая позиция. Да, уже, наверное, понял. Принятие бюджета самое главное, и больше ничего. Все остальное разговоры. И когда говорят о том, что мы работаем, Выходим на пикеты, это не работа. Геннадий Викторович, это в районной Думе принятие бюджета. Но, тем не менее, по работе Думы есть возражение, да? Я правильно понимаю? Это в районной Думе принятие бюджета. На самом деле, партия... Какой районной Думе? Там бюджета нет. Какой районной Думе? А как они без бюджета в районах? Партия на самом деле гарантирует именно своим имиджем. А бренд партии – это годами наработанная потом и кровью. Понимаете? И партия просто так никого выдвигать не будет. Самый выдвиженец за него никто не гарантирует. Он, грубо говоря, перестанет ходить и все. Я, другому, согласитесь с Геннадьем Викторовичем, что Дума законодательная Хабаровского края, по сути, с его точки зрения, должна собираться два раза в год. Да нет, конечно. Большая повестка. Не соглашусь с Геннадьем Викторовичем по поводу того, что партия здесь не имеет значения. Партия, Геннадий Викторович, это в период учат идеологии. За каждой партией стоит идеология. Если нет партии, нет идеологии, соответственно... То есть у вас есть идеология? Конечно. Если вы как бы идете, и вы, наверное, прошлое помните, да? КПРФ, ну, конечно, весь период, да. Кто не помнит прошлое, не имеет права на будущее. Абсолютно верно. Триединную задачу строителя коммунизма, скажите. Что? Триединную задачу строителя коммунизма, скажите. Ну, зачем же об этом? Вы знаете ее? Давайте, наверное, не будем... Нет, нет, начинайте партию про идеологию. А самая, которая сняла, как этот предмет назывался. КПСС и КПРФ, это разная партия, Геннадий Викторович. Да все понятно. Хорошо, хорошо. Очень сильно изменилась программа, и... Давайте двигаться дальше. В общем, Геннадий Викторович здесь сказал, что вот самовыдвиженцам хочет, пусть идет, никаких проблем нет. Но ведь на самом деле это совсем не так. Вот что касается самовыдвиженцев, сразу небольшая статистика. По данным Краевого избиркома, на 27 число по одномандатным округам подано 36 заявлений от кандидатов. Из них 11 партия зеленые, один от трудовой партии России, остальные самовыдвиженцы. Ну, то есть вот они такие в официальном рейтинге, если можно так сказать. Они впереди планеты всей, но, наверное, им все-таки тяжелее всего. Все, вот давай напомним и нашим телезрителям, и Геннадию Викторовичу, почему им в этом смысле тяжелее? Тяжелее им в том плане, что приходится собирать подписи. Я отмечу, что по 70-му округу в Госдуму нет ни одного самовыдвиженца, и, скорее всего, их и не будет. Потому что там практически запретительная норма действует по количеству подписей. 15,5 тысяч. Мне кажется, это нереально. Собрать такое самовыдвиженце очень сложно. Можно бы добавить по 70-му? Ремарку, да. Ремарочку. В 16-м году были выборы в Госдуму по 70-му округу. Помните, да? Так, Единая Россия просто уступила этот округ. Все же это знают. И я пошел самовыдвиженцем. Поподробнее можно? Ради этого мы добавим время. Что значит уступила этот округ? 16-й год. Да, я с вами слушал. Единая Россия не участвовала, если помните, в 70-м округе. Хотя правильно и спроводила. Уступила это место. Это раз. А что значит уступила? Я не про это. Нет, а я про это. Я про самовыдвижение. Я собрал там более 20 тысяч подписей. Более 20 тысяч подписей. Что значит уступила 70-й округ? Расшифруйте, пожалуйста, Геннадий Викторович. Ну, я просто исходя из того, что было. Там участвовала Единая Россия или нет? Не участвовала. Не участвовала. Вы говорите, что уступила. А в 16-м году Единая Россия была достаточно... Такой жест, нате вам депутатское кресло. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Да испугались они просто. Вот. Нашего кандидата. Да, я понял. Который стал губернатором. Не избрали губернатора. Вернее, депутата. Не избрали бы тогда депутатом, не было бы как бы основания чего-то избираться губернатором. Избрали губернатором человека, который набрал 75% голосов. И не потому, что он в ЛДПР. Просто избрали именно Фургала. Это первое. По самовыдвижению не проблема собрать 20 тысяч подписей. Ну, не проблема. Никаких запредительных мер там нет. Это ваша точка зрения. Конечно. Что касается не 70-го округа, что касается самовыдвиженцев, которые рассчитывают быть избраны в Законодательную Думу Хабаровского края. Здесь все зависит от размера округа. Сколько избирателей в каждом округе. Это цифра от 831 подписи до 1500 достоверных и действительных подписей избирателей. Но это зависит от населения округа, по которому выдвигается депутат. Ну что, самовыдвиженцы или их представители, о которых мы уже сегодня сказали, они вот пойдут собирать эти подписи. И вы знаете, мне кажется, что вот на этом сборе подписей они уже несколько себе таких вот очков предвыборных все-таки заработают. Потому что это прямое общение с избирателями. Либо непосредственно кандидата, либо его представителей. Ну, а вот как партии будут выводить своих претендентов из тени на свет, а может быть подсвечивать, разгоняя излишние тени, об этом давайте поговорим сразу после рекламы в заключительной части программы. Вы смотрите «Тень недели». Предвыборная кампания в Хабаровском крае вошла в свою активную фазу. Вот чего нам ждать? Что выйдет из тени в оставшиеся два месяца? И что отбросит тень на нашу с вами жизнь? Давайте разбираться в этом заключительном финальном блоке. Уважаемые гости, буквально за пару часов до начала программы я зашел на официальные сайты каждой из партий. Меня интересовала вот как раз публичная деятельность партии. Я взял последние там, ну, две с небольшим недели и посмотрел, что проходило. Сразу говорю, день памяти и скорби я не считаю, потому что это не партийные, это всероссийская история. Что касается акций. Вот «Единая Россия», я прям зачитаю. 13 июня, акция «Зеленый двор Амурска». Вяземский район того же числа, автопробег «Россия» начинается с востока. КПРФ, я иду в алфавитном порядке. Активисты КПРФ провели пикет в индустриальном районе Хабаровска против социально-экономической политики действующей власти. Вот кадр с этого пикета. И 13 июля хабаровские коммунисты подарили праздник воспитанникам детдома номер 23 в Переяславке. Я зачитываю заголовки, как на ваших сайтах обозначено. Но я так понимаю, что помогли организовать выезд из Переяславки до Хабаровска. Партия ЛДПР. 26 июня помогает в благоустройстве Комсомольска на Амуре. Члены вашей партии вышли на покос травы на газонах. И 24 июля при поддержке партии прошла открытая тренировка по футболу для воспитанников детского дома номер 6. Почему я об этом сейчас вспомнил? Ну вот вы знаете, вот эта вся история, она знакома. И не первые выборы. Акционные, какие-то митинги, да, то есть протестная повестка. Как будете действовать на этих выборах? Чем будете привлекать избирателей? Да, Геннадий Викторович, в алфавитном порядке, коротко прошу вас. Я думаю, сторонники партии День России. Не будут заниматься пикетами, а будут заниматься делом. Пойдут во дворы, будут общаться с избирателями. И все-таки доказывать, что все ошибки, которые, может быть, были допущены, все-таки исполнительная власть, а не заказательная, и не партия, а теми, кто был в исполнительной власти, будет исправляться. И я так думаю, что Единый РСН наберет большинство голосов и будет работать в заказе Думы. Прошу ваш комментарий. Заметьте даже, что на ваших слайдах, что в реальной жизни протестная уличная активность есть только у одной партии, у партии КПРФ. Ей мы занимаемся регулярно и будем продолжать это делать каждую неделю. Но не только на ней, конечно же, ограничивается наша деятельность. Наши активисты, те, которые идут на выборы, и, кстати, те, которые в том числе не идут на выборы, уже вовсю работают на своих округах, идут, как Геннадий Викторович сказал, во дворы, решают бытовые проблемы, мусорные свалки, различные тротуары, разбитые дороги и так далее. Поэтому будем продолжать эту деятельность в рамках компании «Предвижение». Да. Сергей Вячеславович, как ваша партия планирует проводить эту кампанию? На чем делать акценты? Мы будем активно рассказывать людям, как выходить из сегодняшней ситуации, в которой оказался край. То есть как будут голосовать депутаты, как они голосовали. Ну, одна правда, то есть что было, что будет. То есть непосредственно о работе на уровне законодательной власти. Ну, мы туда и баллотируемся, да. Хорошо, спасибо большое всем участникам за то, что вы пришли, за то, что высказали свои позиции и свои точки зрения. Ну, а в завершение я хочу, чтобы телезрители и все гости нашей студии послушали фрагмент, небольшой фрагмент интервью, который мои коллеги из программы «Большой город лайф» брали на этой неделе у обычного жителя Хабаровского края. Я не буду говорить, в каком населенном пункте делалось это интервью. Не буду говорить, о какой партии высказывается и о каких руководителях звучит это высказывание. Но, тем не менее, я думаю, это не важно. Тем не менее, давайте послушаем небольшой этот фрагмент интервью. Ничего не заботиться. Новые повыбрались, вот эти вот придурки. Сидят только, извините меня, только яйца трут в креслах. И больше ничего не делают. Я вообще не понимаю, что за Россия такая. Вот, уважаемые телезрители, чтобы потом не говорить таких слов, начинайте готовиться к сентябрьским выборам уже вот сегодня. Сидя у себя на кухне или на диване, в комнате перед телевизором. Это была «Тень недели». Увидимся на губернии. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин